Всем привет! В кадре у нас небольшой ножичек от фирмы Sanrenmu. Также я видел, такие выпускаются под брендом Rake, но это вроде все делается на одном заводе, то есть они совершенно одинаковые. Эта моделька называется достаточно сложно. Вот ее индекс, ее номер, ее название. Сталька на клинке Sandvik 12C27. Здесь у нас клинок маленький, ножницы. И вот такое многофункциональное устройство, то есть можно что-то разрезать, что-то откручивать и открывать бутылки. Мы посмотрим, как это все работает. Проведем тесты, сравним с швейцарским ножом. Вот этот нож рядом с зажигалкой Big Standard. Эта зажигалка называется. Не сказать, что он меньше зажигалки. Достаточно компактный нож, но, конечно, VIX он проигрывает по габаритам. Это трехрядник, накладки из G10, достаточно цепкие. Мне нравится, как это все выполнено. Сейчас покажу, как нож приехал. Доставка была курьерской службой с деком. Это приехал нож Sunrenmo. В такой вот он в упаковке поставляется. Давайте смотреть. То есть, это каталог моделей. Тут, соответственно, видно, что есть маленькая серия, есть, что серия побольше. Есть вот такие вот ножи. Но я уже показывал от фирмы Rake на тех же мощностях производимый нож с линейным замком. Вот они. Он есть другого цвета накладками. Я думаю, понятно. Такая вот карточка. Видимо, это гарантийка имеется в виду. И... Ну, слушайте, ну эта же коробка была целая и даже не помятая. И все поставлялось в коробках. Какого хрена тогда измята, так эта-то коробочка. Ну, в общем, кто-то подозревает, что либо китаец, который... Ну, посредник прислал у нее это. Ну, который я купил на Алиэкспресс. Либо еще кто-то. И вот сам ножичек. Великолепно, симпатично. Он расположен здесь. Классно, классно. Классный подарок и классный сам ножичек. Думал, что он будет больше по размеру. Вообще, по качеству обработки всего был только один костячок обнаружен из коробки уже. Видите? На ножницах вот здесь вот замятие. В остальном больше вообще не вижу никаких проблем. То есть, все аккуратно, все вылизано. Приятненько сделано. Конечно, по размерам он со швейцарскими ножами, какими-то из микросерии, из серии 58 мм, он несравним. Он намного больше. Но инструменты здесь все мощнее. То есть, без проблем можно и построгать деревяшку, и порезать еду. Ну, какую-то скромную деревяшечку. Палочку, допустим. Чтобы сосиску пожарить. А корить? Потому что, если будете на палке с корой сосиску жарить, горечь пойдет от коры. Поэтому, конечно, и сор всякий на коре. Поэтому всегда нужно и защищать. Зачищать. Ну, вот этот нож на такой способен, что-то те же сосиски порезать. А вот уже викс маленький, уже нет. Ну, строгает, конечно. Но отсутствие нормального упора вот здесь вот. То есть, я его держу тремя пальцами. Как-то неуверенно. Не позволяет нормально строгать. Плюс замка нету. Можно при строгании случайно вот так вот сделать. И он сложится на пальце. Однако, ну, пружина... Пружина здесь очень четкая. Очень жесткая, злая пружина. То есть, вот он туго идет. Потом, бум, заскакивает. Ну, пружина именно в открытом виде хорошо так держит. В этом плане хорошо. Слишком мелок. Это сухая ветка. Свежую древесину, конечно, легче будет резать. Это другое дело совершенно. Сухую вот с трудом. Посмотрим, как вот эта открывашка открывает бутылки. С такой вот крышкой. Так, цепляется хорошо. И открывает отлично. То есть, здесь уголок правильный. Это бывает на китайских всяких мультиинструментах. На мультиинструментах здесь все не очень загнуто. И плохо открывают бутылки. Мини-тестик по продуктам. Тут достаточно большой клинок. Поэтому я подумал, что все-таки можно что-то такое подснять. Как нож режет. Какие-то помидорчики. Какую-то еду. Потому что, ну, он, конечно, небольшой, он смешной. Но все-таки он режет. И вполне адекватно. И можно в крайнем случае приготовить какой-то салат. Если под рукой больше ничего нет. Ну, длины клинка не хватает. Чувствуется. Ну, еще. Попробуем отрезать колбасу, которая намного больше ножа. Конечно же, ее придется порезать, проворачивая саму колбасу. Что неудобно. Дастся. Попробуем отрезать сырку. Ну, тут такой сыр мягкий. Ну, отрезается без затруднений. Итак, тест данного устройства на разрезание. Отлично разрезает. Без всяких усилий. Веревку. Давайте попробуем вот тряпку разрезать. Будет ли он как-то... Только надо ее как-то натянуть. Хорошо режет. Слушайте. Ну, тряпку нормально разрезает. Давайте попробуем более плотную тряпку. Разрежет ли он ее. Да, более плотную. Тоже прорезает крюком. Ну, вот эта штука, она хорошо заточена. Бывает просто подобные. Которые вообще ни на что не способны. На ножах такие вот крюки. Имеется здесь также плоская отвертка. Но она для каких-то совершенно не грубых работ. Что-то подкрутить. Что-то подтянуть. Возможно. Под вот такие вот черные классические саморезы в принципе подходят. Если без усилий затягивать, можно вполне и ею. Ножницы имеют очень жестенькую пружину. То есть прям мощно вверх они отталкиваются. Ну и в принципе какие-то пластики, бумаги нормально режут. Может быть мне хотелось их еще немножко здесь подсклепать, чтобы они еще четче резали. То есть сюда еще стукнуть разик. Ну можно, допустим, ими ногти подстричь, если это необходимо. Но они и так жестко стригут ногти. Не так как ножницы на Викси. Вот режущие кромки на ножницах здесь гладкие. Хотя, например, на ножах, насколько помню, Венгер, там ножницы вот с подобной конструкцией тоже. И там зубчики на режущей кромке. Вот. Так что мне угол не нравится здесь. Но для других работ окей. Но все-таки часто такими маникюрными ножницами используют именно для того, чтобы стричь когти. А здесь это реализовано плохо. Из-за этого толстого угла. Ну, или угол не толстый. Просто, мне кажется, по ним еще надо стукнуть вот здесь вот, чтобы они лучше, еще лучше стригли. Отмечу, что здесь нигде нет чрезмерно тугих пружин. Зацепы расположены в логичных местах. То есть, чтобы ими удобно было пользоваться. И они глубокие и правильные. Ну, а сами все эти предметы, они не бьются вот-вот сюда. По причине того, что они упираются вот в эту вот втулочку. То есть, тут есть втулочка. Вообще, все симпатично выполнено там внутри. Ну, везде все фасочки сняты. На высоком уровне достаточно. Они это все дело изготавливают. То есть, вот клиночек никуда не бьется. Остопорится о ту втулочку. Соответственно, это все на торксах можно, думаю, при желании и раскрутить конструкцию. И, допустим, отрезать и убрать какой-то лишний ряд. Если что-то не нравится. Но они производятся с разными рядами инструментов, с разными наборами. Я сейчас выведу на экран, какие бывают. Бывают просто чисто один клиночек. То есть, вот такой вот маленький нож на ключи, а там только один клиночек. Можно приобрести и такой, например. Мой нож, который всегда висит на ключах, это Victorinox Midnight Manager. Я не буду менять на данный нож, потому что здесь нету фонарика. И в концепции на ключи этот для меня более адекватен. То есть, мне нравится набор инструментов здесь. Нравится, что есть ручка. Там на всякий случай что-нибудь черкануть, где-то расписаться. Нравится, как это все выполнено. Однако, он достаточно хлипкий. 32 грамма. А данный нож побольше. 52 грамма. Причем значительно больше. Но, опять же, запас прочности намного более серьезный. Так, 60. А здесь у нас почти на 10 миллиметров больше. Ну и остальные размеры 13,6. Здесь 17. 120. Максимальный размер в открытом виде. И длина клинка 50. И длина режущей кромки 48 миллиметров. Толщина клинка. Тут сложно замерить. 2 миллиметра. Вот так, смотря на них, прямо не скажешь, что разница такая по весу серьезная. Но вот так вот. Тут видно, насколько жирнее инструмент. Тут они открываются в две стороны. Тут все открывается в одну сторону. Вот они рядом. Так. Вот так. Вот так. Разница очень серьезная. То есть тут этим клиночком чисто так смехотверный какой-то конвертик открыть, что-то подобное. А этим уже можно даже какую-то деревяшку построгать, что-то порезать. Так же и с другими инструментами. Ножницы здесь намного солиднее. Ну тут инструменты богаче, но они хлипче. Но зато тут на кармане меньше напрягает. В отличие от вот этого. Но здесь, конечно, инструменты все посерьезнее. Ножницы. Вот разница. Конечно, эти выдержат кое-какую силовую работу. Подможницы с другой пружинкой. Ногти стригут нормально. Никаких вопросов к ним нет. Но не очень. Ну, я когда, например, если надо что-то там серьезное, так хрясь, они не выдержат. Ну тут еще фонарик это серьезный плюс. Здесь ничего такого. Так что, если у вас стоит вопрос, нужен именно нож, которым вы будете часто пользоваться, которым вы будете что-то резать, ножницы попрочнее, то, конечно, вот это. В качестве резерва на ключах мини-фонарика, мини-ногтеточки, ногтерезки, мини-открывашки, тут, конечно, намного лучше Victorinox Midnight Manager, чем данный нож. Ну, просто более компактный, более легкий, больше функций. Но в плане ножа, ножниц и вот этого чудо-инструмента тут, конечно, все намного интереснее. Этим даже стремно открывать банки. То есть, открываешь банку, ну, этим ножом даже стремно бутылку открывать. Открываешь, думаешь, когда он сломается. Вот этим вот вообще без проблем. Кстати, по открытию консервных банок. Пробовал, что-то, консервных с такой крышкой закатываемой. По поводу открывашки хочу сказать. Вот этот инструмент надо всегда нагружать с осторожностью. Особенно на таких маленьких швейцарцах, если у кого он есть у них. Вот здесь вот, я не помню, то ли я, то ли кто-то из друзей, открывая бутылку с обычной открывающейся крышкой, нагрузилась лишне сильно и в общем, это привело к выламыванию одной из пружин. Вот ее кусок здесь, да? Вот это одна из пружин. Она просто лопнула. Вот поэтому этот инструмент нагружать сильно нельзя. Ну, давайте попробуем сейчас огурчики открыть. Отлично. Просто отлично. Супер. На ключах безусловно VIX, потому что мне нужен фонарь и вес и округлость. Так что это брать чисто вот под задачу микроножа. Куда-то, допустим, в сумочку, в бардачок, в кармашек, в органайзер, может быть, даже в карман или на какие-то ключи, которые такие и так уже массивные, что там уже не важно, что на них висит. Ну и выводы по устройству. Симпатичный внешний вид, то есть дизайнер постарался. Мне нравится, как здесь и чего. Как выглядит этот клиночек, как выглядит рукоять. Мне нравится этот цвет. Супер. Добротно сделанная вещица, то есть прочная такая, увесистая, все, где надо, снято, все фасочки там сняты, что нужно, скруглено, открывается плавно, закрывается тоже, правильно, закрывается плавно. приобретая такой нож, нужно прикидывать, будете ли вы его носить на ключах. Для моих ключей он великоват, то есть для меня лучше подойдет Victorinox серия 58 мм, потому что у меня обычно есть какой-то другой нож. Если вам нужен чисто вот нож на ключи, у вас другого ножа не будет, а этот справится с некоторыми работами уже для полноценного ножа, потому что конструкция прочная, клинок не очень-очень мелкий, поэтому как заменитель основного ножа и нечто среднее между ножом-брелком и основным ножом это супер, то есть это именно та ниша. Универсальная вещь, то есть ни маленькая, ни большая, но и в той, и в другой нише она работает плохо, то есть для ножа не обременительного на ключи слишком велик, а для ножа каких-то задач резательных там салат тут же порезать он слишком мал, нужно вот это вот смотреть на эти моменты, а так хорошо порадовал меня этот ножичек, зачетная модель, хороший дизайн, приятные материалы, все, чем хотел поделиться, ссылочки и дополнительная информация в описании, все, всем пока, увидимся,